А в Кустанайской области выделили дополнительные деньги для сдерживания цен на хлеб. Дело в том, что этот год был крайне сложным для аграриев. В отдельных районах области урожайность не превышала 3-4 центнеров с гектара. Получено 3 миллиона тонн зерна. Всего же в Казахстане, да и в соседней России урожай сократился на 15%. Это отразилось на ценах. Стоимость пшеницы поднялась с 60 до 90 тысяч тенге за тонну. Соответственно, подорожала и мука. А вслед за ним в розничной сети ценники на хлеб тоже поползли вверх. Власти региона выделили дополнительные средства, чтобы так называемый социальный хлеб из муки первого сорта стоил не больше 85 тенге. Помимо этого, по 13 наименованиям продуктов из ТАП-фонда проведена товарная инвентаризация. Мы обеспечили себя мукой первого сорта в достаточном количестве для стабилизации цен на основные виды продукты питания, особенно на хлеб первого сорта. 882 миллиона тенге у нас имеется в стабилизационном фонде. Еще 300 миллионов тенге мы из бюджета выделили, чтобы удержать цену на хлеб. Между тем, в Шымкенте...